Иблис создан из огня. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Есть целый тофсир об Иблисе. Итак, Иблис это творение Бога. Иблис творение Бога и это джинн. Иблис создан из огня. В Коране в нескольких местах говорится, что он создан из огня. Но откуда пришел Иблис? И где были раньше подобные ему? Почему? Толкователи говорят, это основано на сообщениях, которые я приводил ранее. Что сделал Аллах? Он создал целый род джинов, которые жили на земле. И это вы можете найти у многих ранних муфасеров, которые толковали это. Он создал их на земле, и у них был таклив. Что же такое таклив? Таклив значит, что Бог возложил на них ответственность. Познать его. А когда Аллах на творение накладывает ответственность, Он отправляет посланников. И что же сделал Аллах? Он отправил посланников джиннов. То есть, до посланников людей, до Адама, который был первым посланником человеком, было множество посланников джинов, которые Аллах, азу аджаль, отправлял им. Джинны созданы из огня. Представьте, вы обладаете огненной природой. Представьте, вы из огня. Вы хотите рвать и метать. Вы быстрый, вы сильный. Так вот, сифаты – качество джинов, которые проявляются в их отношениях между собой. Они хотят сражаться, нести раздор, доказывать превосходство, доказывать друг другу, кто из них более велик. Это одна из черт природы джинов. В них всегда дух соперничества. Есть и хорошие джинны. Аллах, азу аджаль, говорит это в суре «Джинн». Он говорит о двух разных группах джинов. Он говорит «Салихун» – праведные и неправедные. И на земле живут оба типа джинов. И приходили посланники. Но многие из посланников были убиты джиннами на земле. И великое нечестие господствовало на земле. И там был один примечательный джинн, очень праведный. Следующее передано от людей Писания. Вы не можете это подтверждать, говорить, что это абсолютно достоверно. И отрицать вы не можете, говорить, что это полностью ложь. Так вот, что мы узнаем из этих сообщений? Иблис был тем, кем был. Он был хорошим джинном. И он начал поклоняться, поклоняться Богу. И дошел до такой степени. Вообще джинны могут летать. Они могли перемещаться между разными небесами. Летать вверх и вниз. Им не обязательно было оставаться на земле. Они могли путешествовать выше. И только когда пришел посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, джинны были заперты внутри этой первой вселенной. В Коране об этом ясно сказано. В суре «Соффат» вы это найдете. И также в суре «Джинн». Аллах не позволяет им выйти за пределами первого неба. Первого неба, в смысле предела этой вселенной. Этот предел они больше не могли преодолеть. Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, стал пророком. Но раньше они могли летать выше. И как было? В этих своих путешествиях Иблис проявил себя, что он так близок к Богу. В духовном плане. И Аллах, азиу аджаль, позволял ему приближаться к себе все ближе и ближе посредством поклонения. Выше и выше. И в некоторых сообщениях говорится, что на небесах не осталось места. Не осталось в небесах большого места, где бы Иблис не поклонялся Богу. То есть он был очень-очень-очень близок к Богу. То есть можно сказать, джинн, раб джинн, близкий к Богу. И в итоге Аллах, азиу аджаль, позволил ему присоединиться к обществу ангелов. У него появился шанс быть в обществе ангелов. Итак, мы знаем, что Иблис видел ангелов, это факт. Так же, как и ангелы видели его. Мы это знаем из Корана. Это есть в Суре Бакара. Так же это есть в Суре Аль-Хиджр. Там описывается этот разговор, когда Аллах повелел ангелам сделать поклон Адаму. Иблис ясно мог видеть, как ангелы делали поклон, а он отказался сделать поклон. Итак, вернемся к сообщению от людей Писания. В этом сообщении также говорится вот что. Что Аллах постановил, что отправят на землю ангелов, чтобы очистить землю от мутамар-ридин, то есть тех джинов, которые сеяли нечестие на земле. И вот эта группа ангелов спустилась на землю, чтобы убить многих из тех джинов, которые вышли из-под контроля. Иблис добровольно вызвался прийти на землю вместе с ангелами, чтобы убивать злых джинов на земле. И Аллах Ази Аджаля разрешил ему. Он пришел, и они убили множество джинов, оставили лишь несколько на земле. И от этих выживших продолжился род джинов. И вот Иблис вернулся, и прошло много-много-много времени, не знаю сколько, может сотни лет, сколько бы ни было, у джинов очень долгая жизнь, а не такая короткая, как у людей. У нас 60, 70, 100 лет, они живут сотни лет, возможно, они могут жить несколько тысяч лет. Итак, Иблис, до создания Адама он спустился на землю, участвовал в уничтожении большинства джинов, большинство их на земле были порочны. И вот он вернулся с ангелами. Он был с ангелами, но Аллах очень ясно сказал, в Суре Аль-Исра, или Сур-Бани-Исраиль. Там Аллах однозначно сказал, что он не был из ангелов, он был из числа джинов. Почему Аллах ясно это подчеркивает? Мы понимаем, что ни один маляк, ни один ангел никогда не может ослушаться Аллаха, азу-ваджаль. Аллах создал их природу такой, что они не могут ослушаться Аллаха. Но джинны могут. А библейские источники опять ошиблись. Они называют его падшим ангелом. Что они говорят? Если ангел решает пойти против воли Бога, или против приказа Бога, то Аллах низвергает этого ангела из ранга ангелов, и теперь он становится падшим ангелом. Это библейская точка зрения, часть веры христиан. Мусульмане в это не верят. Ни один ангел никогда не может ослушаться Аллаха, азу-ваджаль. Поэтому Иблис и ослушался Аллаха, ведь он не был из числа ангелов. И здесь один момент. Почему так вышло, что Иблис ослушался Бога? Чтобы это понять, нужно понимать весь контекст сотворения Адама, али-хи-салям. Аллах вдруг открыл ангелам, он сказал, и это аят, который мы проходим сегодня. Это сура Аль-Бакара, аят 30. Когда ваш Господь, ваш Наделитель, ваш Кормилец сказал ангелам, «Я установлю на земле халифа, я установлю на земле наместника, который примет на себя управление, условно говоря, второе лицо, тот, кто снова будет править на земле после последних событий, я установлю наместника на земле». Теперь, когда Аллах это сказал, Иблис обрадовался. Должно быть, он очень обрадовался. Почему? Потому что Иблис знал, что ангелы — это не те, кто будут править землей. Он думал, что это будет творение из числа джинов, что Аллах установит халифа из джинов. Но решение Аллаха было не таково. Он не собирался делать халифом, наместником, джина. Его решением было, что он создаст это новое творение. И это шокировало Иблиса. Ведь все эти годы Иблис поклонялся Аллаху, так правильно себя вел, из-за того, что он желал власти. Он желал престижа. Он хотел управлять землей. Он хотел вернуться на землю и быть посланным, ну, может быть, как посланник. Или быть посланным на землю с новым велением Бога. Или он хотел править джинами на земле. Какое-то красивое будущее Иблис себе нарисовал. Светлое будущее нарисовал себе этот джин. Какие-то большие надежды на будущее он возлагал. И теперь все это рухнуло. Итак, кто это новое творение? Чего он добился? У него нет истории. Представьте, что было в голове Иблиса. Он видит, что у него нет истории. У этого нечто, существа. И что же сделал Аллах? Аллах, ази-ваджаль, взял это хадив из Тирмиди. Аллах взял разные порции земли, сформировал их в глину, добавил к этому воду, и эта глина стала темной, черной. И этой глине Аллах придал форму человека. И что после этого сделал Аллах? В мечети. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь, и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.